Мир меняется. И мировая культура, которую унаследуют наши дети, будет радикально отличаться от той, что есть сейчас. Сейчас вы увидите отчет об изменяющейся демографии мира. Согласно исследованиям, чтобы нация прожила больше 25 лет, коэффициент рождаемости должен быть 2,11 детей на семье. И если меньше, то нация исчезнет. За всю историю ни одна нация не восстановилась при коэффициенте рождаемости в 1,9 детей. А восстановиться при коэффициенте в 1,3 невозможно. Потому что для восстановления тогда потребуется от 80 до 100 лет. А экономической модели, которая бы могла поддержать существование нации столь долго, не существует. Другими словами, если есть две пары родителей, и у них по одному ребенку, то детей в 2 раза меньше, чем родители. Если у этих детей будет ребенок, то внуков будет в 4 раза меньше, чем родители. Если бы в 2006 году родился миллион детей, то в 2026 году едва ли наберется 2 миллиона работоспособных взрослых людей. Когда сокращается популяция, сокращается и нация. В 2007 году коэффициент рождаемости во Франции был 1,8. В Англии 1,6. В Греции 1,3. В Германии 1,3. В Италии 1,2. В Италии 1,1. По всему Европейскому Союзу в 31 стране рождаемость в среднем равна 1,38 детей на семью. Исторические данные говорят нам, что это число уже невозможно увеличить. С годами Европа, такая, какой мы ее знаем, перестанет существовать. Однако население Европы отнюдь не уменьшается. Почему? Иммиграция. Исламская иммиграция. С 1990 года прирост населения в Европе на 90% происходит за счет мусульманской иммиграции. Франция. 1,8 детей на семью. Мусульмане. 8,1. В Юг Франции, исторически один из самых густонаселенных христианских регионов мира, имеет теперь больше мечетей, чем церквей. 30% детей в возрасте до 20 лет мусульмане. В больших городах, таких как Ницца, Марсель и Париж, эта цифра возросла до 45%. К 2027 году каждый пятый француз будет мусульманином. И всего лишь через 39 лет Франция станет Исламской республикой. За последние 30 лет мусульманское население в Великобритании возросло с 82 тысяч человек до 2,5 миллионов. 30-кратное увеличение. Там более 1000 мечетей, многие из которых бывшие церкви. В Голландии 50% всех новорожденных мусульмане. И лишь через 15 лет половина всего населения Голландии будет мусульманами. В России больше 23 миллионов мусульман. Это пятая часть всех россиян. 40% российской армии будет состоять из мусульман всего лишь через несколько коротких лет. Сейчас в Бельгии 25% населения и 50% всех новорожденных мусульмане. Бельгийское правительство подтвердило, что одна треть всех европейских детей в 2025 году будут рождены в мусульманских семьях. Это лишь 17 лет. Правительство Германии вынуждено было объявить об этом публично, заявив, что спад рождаемости немцев уже не остановить. Теперь уже это необратимо. К 2050 году Германия станет исламским государством. Мамар Аль-Гаддафи из Ливии заявил, «Похоже, что Аллах подарит победу исламу в Европе без мечей, без оружия и без завоевания. Нам не нужны террористы. Нам не нужны смертники». Всего лишь через несколько десятилетий 50 с лишним миллионов мусульман в Европе превратят ее в мусульманский континент. Сейчас в Европе 52 миллиона мусульман. Правительство Германии заявило, ожидается, что эта цифра удвоится за следующие 20 лет до 104 миллионов. У нас дома числа говорят примерно о том же. Сейчас в Канаде коэффициент рождаемости 1,6. Почти на единицу меньше, чем тот, который необходим для поддержания жизни нации. А ислам – самая быстро распространяющаяся религия. Между 2001 и 2006 годами население Канады увеличилось на 1,6 миллионов человек. И из них 1,2 миллиона – иммигранты. В Соединенных Штатах текущий коэффициент рождаемости – 1,6. Вместе с латинскими нациями увеличивается до 2,11. До самого минимума, необходимого для поддержания жизни нации. В 1970 году в Америке было 100 тысяч мусульман. Сегодня их более 9 миллионов. Мир меняется. Пришло время очнуться. Три года назад в Чикаго прошла встреча 24 лидеров исламских организаций. Протоколы встречи в деталях рассказывают нам об их планах пропаганды ислама в Америке. Через прессу, политику, образование и тому подобное. СЛЁД заявил, мы должны подготовиться к тому факту, что через 30 лет в Америке будет жить около 50 миллионов мусульман. Мир, в котором живем мы, не тот мир, в котором будут жить наши дети и внуки. Католическая церковь недавно сообщила, что количество мусульман превысило количество католиков. Исследования показали, что при тех же темпах роста, через 5-7 лет, ислам станет доминирующей религией во всем мире. Как верующие люди, мы взываем к тебе. Прими меры, проповедуй учение Христа и измени наш мир. И это призыв к действию. Прими меры. Прими меры. Прими меры. Прими меры. Прими геррибу. Прими меры. Продолжение следует...